Сейчас мы плывем по реке Жиздра, против течения пытаемся удержаться. Вот там на берегу вы можете видеть огромное количество гнезд, вот эти вот дырочки, это гнезда, ласточки, береговушки. Это еще даже маленькое количество, вот там дальше, потом немножечко поснимаем, еще больше. Раньше их на Волге было очень много, сейчас только вот, наверное, уже много лет не видел, здесь увидел. Вообще, обратите внимание, видите, основная масса гнезд обычного размера, то есть стандартного, а вот пониже там намного крупнее есть гнезда. Почему гнезда разные? Ну, смотрите, когда нормальный пацан, ну, в смысле, самец ласточки-береговушки решает построить себе гнездо, он строит себе вот такое гнездо и нормально живет. Если ему крышу сносит, он находит себе самку, такую меркантильную очень ласточку-береговушку, она начинает говорить, что мало, мало этого гнезда, давай строй, давай вот еще тебе гнездо по наследству досталось, давай объединим в одно большое, два маленьких твоих. Короче говоря, копай еще параллельно объединяем, еще копай, в итоге он выкапывает вот такое крупное гнездо и помирает от перенапряжения, то есть он не выживает. Вот наверняка там где-то скелеты, трупы лежат, самцов. Ласточка-самка-береговушка тут же находит себе двух-трех самцов. Вот, они, во-первых, устраивают офигенное застолье по поводу смерти хозяина гнезда первого, выбрасывают, соответственно, его тело бренное туда и просто начинают там красиво жить. Субтитры сделал DimaTorzok